всем привет неоднократно зрители моего канала просили показать как можно сделать аналог вот такой вот кормушки с грузом но только для сильного течения это я делал для озер как раз собираюсь ехать порыбачить на реку сильным течением на опе и мне нужны такие кормушки буду сейчас делать для себя и заодно и вам покажу нашел такую вот тонкий алюминий пол миллиметра толщины хорошо гнется из него буду делать форму для литя свинца на пятислойной фанере разметил шаблончик это будет именно форма моего будущего грузила грузила будет трехугольная сейчас это все дело надо выпилить и продолжим размеры специально я вам не говорю потому что каждый может подобрать их именно под свои условия ловли теперь маленько обработаю края напильничком чтобы скруглились будем делать дальше в конечном итоге будут у меня вот такой формы грузила теперь берем заготовочку прикладываем фольгу и начинаем по контуру обжимать я понимаю что это все можно было бы сделать гипсе но мне надо по-быстрому это все с гипсом возиться неохота из-за того что он только сутки будет сохнуть немного промял теперь это все дело надо обстучать железку так вот чуть-чуть вмял теперь это все дело можно смело вырезать ножницами чтобы было дальше удобнее обрабатывать продолжаем делать форму дальше чтобы края были более ровными вместо резинового молоточка взял обычный маленький и вот им сейчас сразу же поясню почему именно так я заморочился с алюминием мне просто хочется сделать одну формочку и чтоб она у меня лежала в нужное время я всегда смогу себе налить нужное количество грузов кормушек для рыбалки на течение теперь можно скруглить края чтобы в дальнейшем не поранится формочка практически готова чтоб формочка была устойчивая можно загнуть все три края сделать что-то в виде ножек теперь из любой толстой проволоки нужно сделать ушко также все это делаю по-быстрому на глаз вот что у меня получилось чуть чуть-чуть вот эти хвостики подогнул чтобы они не касались на верхней части треугольника вот так прикладываем чем-нибудь поджимаем чтобы она не убежала ну вот и все можно приступать к заливке расплавил свинец и можно заливать после того как свинец подстыл можно окунуть его воду теперь достаем и посмотрим что у нас получилось вот такое вот друзья грузило петелька это будет держать намертво поверьте сильно я не старался можно было конечно и побольше подогнуть чтобы вот это вот не торчало ну я считаю такие вот груза расходниками поэтому в принципе тут дело не в красоте а именно в результативности ну а как вы видите груз получился довольно таки неплохой форма после заливки как видите никак не пострадала так что у нее можно лить долить такие груза теперь остается сделать только пружину и груз кормушка будет готов буду для этого использовать сварочный провод толщиной миллиметр от полуавтомата отмеряю где-то полметра его надо выпрямить затем от края отмеряю 14 сантиметров и здесь делаю петельку более длинный край сгибаю под 90 градусов вот такие дальше мне потребуется любая трубочка подходящего диаметра с небольшим пропилом сбоку вставляю короткий краешек у нее и начинаю потихонечку завивать пружинку сделал 7 оборотов достаем трубочку вот такая вот пружинка у нас получилась теперь ее надо подровнять вверх делаем по центру вниз прижимаем круглогубцами и здесь фиксируем вишни откусываем и поджимаем теперь это все надо выровнять по центру берем краешек и подгибаем вот такая вот пружинка у меня получилось вполне отличная кормушечка сейчас надо ее закрепить вот таким вот образом к грузику и груз кормушка будет готов крепить буду точно так же как и на озерной кормушке подвижным шарниром через кембрик здесь будет точно так же ставим загнем ну и здесь я сделаю закрою вот это все соединение с помощью термоусадки термоусадку легко заменить обычным кембриком или или изоляцией от любого провода подходящего диаметра загибаю также при помощи круглогубцов краешек немного его поджимаю заранее как видите уже отдел термоусадочку на эту верхнюю петельку так вот вставляем еще немного поджимаем и вот этот хвостик закручиваем краешек также подгибаем вот такой вот подвижный шарнир у меня получился кормушка в принципе готова теперь просто стягиваем обратно термоусадочку закрываем наше все вот это подвижное соединение со всеми сгибами и при помощи зажигалочки усаживаем как вы только что убедились ничего сложного в изготовлении нету сделаю это я все прям с нуля буквально за полчаса работы и также сильно не заморачивался красота мне здесь постольку поскольку меня зрители просили именно показать как сделать наподобие озерное именно речную для течения кормушку вот пожалуйста готовый результат все получилось очень просто быстро легко и надежно то что здесь у меня немного торчит проволока это ничего страшного она у меня проходит почти что до самого края держится все мертво ну а на этом у меня все надеюсь что мое видео кому-нибудь было полезным кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем спасибо за просмотр до новых встреч до новых видео кредита